Отец солдата Арена Мирзаяна, убитого 19 декабря в Карабахе, собирается обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности виновных в смерти его сына, в частности, пемьер-министра Армении Николы Пашиняна и главаря карабахских сепаратистов Араика Рутюняна. Отметим, что уроженец города Горис Армении Карен Мирзаян много лет работал в Министерстве сельского хозяйства так называемого НКР, но после того, как его сына использовали как пушечное мясо, он решился пойти против своих господ, у которых он был в услужении. Карен Мирзаян уверен, что его 18-летний сын и многие другие были бы живы сегодня, если бы им были предоставлены хотя бы бронежилеты, каски, наушники с шумоподавлением, заглушающие шум работающей артиллерии. Когда я бросаю взгляд назад на то, что произошло, все было так плохо организовано, все было так бездарно, каждый день выявляются все новые обстоятельства, которые злят и ужасают меня, наполняют гневом, говорит он. Военнослужащего, ослужившего в армии всего 70 дней, с первого дня вывели на передовую, отец говорит, что сын находился в таких условиях, что у него не было шанса выжить. Карен Мирзаян убежден, что если бы на его сыне был бронежилет, он бы выжил, поскольку в медицинском заключении говорилось, что смерть наступила вследствие повреждения внутренних органов, легкие и сердце. Прослуживший полтора года военнослужащий, навестивший отца погибшего боевого друга, рассказал, что они попросили у командира бронежилет. Командир связался с кем-то и ему ответили, что артиллеристу бронежилет не полагается. Представляете, мой сын был артиллеристом, и на этой войне артиллерия была наиболее уязвимой. Если бы на моем сыне был бронежилет, он бы выжил. Он получил ранение в районе груди и живота. Это возмутительно. Там царил фантастический бардак. Содом и Гамора армия не могла победить. В таких условиях возмущается Мирзаян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова